Как всегда в это время по субботам, 985, 970, 45, 45. Кто нас смотрит по YouTube, тот пусть не удивляется новой картинке. Мы экспериментируем со всяким барахлом, который записывает, потому что я начинаю делать свой сайт, свой YouTube-канал, который еще пока только в проекте. И, кстати, принимаются варианты названий этому каналу. Я не знаю, сколько времени займет. Может быть, две недели, может быть, месяц. Но я рассчитываю, что через месяц этот YouTube-канал будет. Итак, возвращаемся к событиям недели. А вот, дорог, сегодня день тишины, поэтому продолжается история с отравлением Скрипаля, его дочери Юлии, которая, собственно, отчасти затмила выборы, во всяком случае, в своем международном смысле. И, конечно, совершенно довероятное для меня известие о том, что английская полиция теперь еще и расследует смерть Николая Глушкова, бывшего гендиректора аэрофлота и сподвижника Бориса Березовского, который был найден со следами удушения за неделю до отравления Скрипалей в своем доме. Но могу честно сказать, конечно, что насильственная смерть Глушкова – это та вещь, которая в мою картину мира не укладывается. Но на две вещи я хочу обратить внимание. Это такая абсолютная герметичность английского следствия. Никаких утечек не происходит. Никто не знает, что им известно. Когда это стало известно? Кого они подозревают? Как? Насколько далеко продвинулись? Вот просто ничего. Вот все эти истории, которые мы периодически слышим, что Юлия Скрипаль что-то привезла этот яд в чемодане, что это было в букете, который они положили на могилу сына, что это было на ручке автомобиля, что это было в вентиляционной системе автомобиля, что их отравили в пиццерии, что их отравили в ресторане – это все ни о чем. Это все высосано обычно английскими газетами из пальца или слито следствием специально, чтобы запутать следы. То есть вот абсолютно в отличие от следствия по делу Литвиненко, которое текло и мы каждую неделю узнавали что-то новое, здесь все герметически запечатано. И это признак того, что Лондон принимает это очень серьезно. Это очень хорошая позиция. Я думаю, что часть вот истерических просьб Пасхуи – «Дайте нам на пробу этот яд, расскажите, что у вас есть». Это как раз все от этого. Там особенно была гениальная просьба, конечно. А у нас тут Юлия Скрипаль лежит, вот у вас она болеет, она наша гражданка, допустите, пожалуйста, к ней наших дипломатов. Но я представляю себе, значит, что подумали англичане, а как это ваши дипломаты, со Стичкинами придут или сразу с новой порцией новичков? Да вот ничего. Газеты, которые надо о чем-то писать, что-то пишут. Это значит, что следствие настроено очень серьезно. И на самом деле, обратите внимание, что на этот раз все настолько очевидно, что, в общем-то, Кремлю даже лень что-то говорить. Вот когда был Литвиненко, тогда тоже было все очевидно, но там и защитялись, несли какую-то сложно сочиненную ахинею про Березовского, про Литвиненко, который сам себя отравил. Здесь даже не заморачиваться. Вот, правда, появилась эта неродственника Скрипаль и запущенная фантастическая версия, что это целились в Юрию Скрипаль. Потому что она хотела выйти замуж за высокопоставленного ФСБшника, а теща была против. Ну, как же жениться в семью изменника Розня? И вот, конечно, это абсурдная версия про патриотическую тещу, которая вот так патриотически настроена, что она пошла в военторг, ну, видимо, тот же самый, которым продавался донбасский бог. Купила там манерно-правитический газ новичок, ну, понятно, у нас в каждом сельпо это продается. Ну, она вообще настолько смехотворна, что её достаточно сложно обсуждать всерьёз. И почему я так говорю, что важно так, что мы не знаем, как это произошло? Потому что пока мы не знаем, как, бесполезно на самом деле спекулировать зачем. Это важный момент, потому что по состоянию на сегодняшний день то, что произошло, оптравление – это громкая демонстративная вещь. Мы вообще-то не знаем, она задумывалась как демонстративная или нет. Вот, например, для Матвиненко, видимо, не задумывался как демонстративная. Считалось, что этот полоний невозможно определить, значит, задумывалось так, что умер, непонятно от чего, понятно, что отравили, от чем, как и кто где неизвестно, всем страшно, все страшно уважают Россию, а пальцем ткнут не в кого. А вот то, что делает отравление демонстративным, это то, что пострадала Юлия Аскрипова. Вот я хочу напомнить историю с Иваном Кивелиди. Помните российский банкир, которого отравили еще в Терехии 90-е. Был замечательный человек, Иван Кивелиди, его отравил его собственный партнер, который просто это сделал, чтобы не отдавать ему деньги, данные в долг. Он тоже раздобыл где-то нервно-паралитический газ, потом писали, что это Таллий, но это был никакой не Таллий, это как раз была очень какая-то секретная штука. Он зашел к нему в кабинет, он намазал ему телефонную трубку, а симптомы эти были такие, что там у человека отказывали почки, он умирал. И Кивелиди был больной человек с больными почками, если бы он был номер один, то, конечно, пропец никто бы не обратил на это внимания. Но тут вмешалась случайность, потому что пришла секретарша Кивелиди, она тоже подняла эту телефонную трубку, тоже по ней поговорила и тоже умерла. И когда вместе с Кивелиди, с теми же самыми симптомами, умерла абсолютно молодая, здоровая девка, всем стало сразу ясно, что-то что-то не так, ужасно тогда сполошились олигархи, потому что тогда просто после смерти Кивелиди произошло некоторое изменение правил игры, потому что вопреки всем страшным историям о речи в 90-х, на самом деле в кругу очень богатых бизнесменов воевать друг друга было, мягко говоря, не принято. И люди с круглыми глазами собрались и стали спрашивать, что нам делать и как нам изменить российскую правоохранительную систему, чтобы больше такого не приключалось. Человек, который это сделал, отравил Кивелиди, он не рассчитывал на громкий эффект, он наоборот думал, что никто ничего не заметил. И вот я обращаю ваше внимание, что мы не знаем, задумывалось ли это отравление демонстративно, потому что если бы пострадал один Скрипаль, ну старый человек скончался, когда, где, непонятно от чего, и поскольку мы не знаем как, мы на самом деле не можем предполагать зачем. Вот Навальный вчера предположил, что это было сделано, позавчера уже, что это было сделано для мобилизации российского электората, это, казалось бы, такое логичное предположение, вот на нас нападают они сами, они сами, значит, отравили, вот они на нас нападают, нас обвиняют, все должны на поддержку любимого вождая. Но на самом деле режим не нуждается в предлогах, чтобы сказать нас о лидере. Режим на тех же условиях мог мобилизовать электорат на примере Олимпиады. Мы видим, что на Олимпиаду нас полу не пустили, и мы это спустили на тормозах. Да, можно было воспользоваться разгромом в Сирии под Дейрозором, где действительно впервые прямое военное столкновение России с Америкой, и нам выдавали по шее, опять спустили на тормозах. Вот не зная как, мы не можем сказать цинично говоря, так сказать, была ли запланирована мобилизация электората, на мой взгляд, это абсолютно неправдоподобное предложение, потому что, если зачем-то режим нуждался в мобилизации электората, то можно было там устроить что-то на своей собственной территории, то есть, ему говорят, дома взорвать и сказать, что это проклятые англичане сделали. Борис Акунин высказал предположение, что Кремль на то и рассчитывал, что вот сейчас будет реакция против русских в Англии, они все побегут возвращать свои деньги в Россию, но, опять же, рассчитывал ли Кремль, что будет такая реакция. Или там просто все было проще, что там вот пришли со списком, сказали, вот смотрите, вот у нас есть директива изменников Родины, вот он скрипальгат. Он мало того, что значит нас в 95-м году предал, он продолжает, давайте сделаем. Да, и главное тут было, да вот, вот некие технические решения, которые были приняты давно-давно, и общее настроение в Кремле показать Западу, что наше место не у параши, а мы пахан, которого нужно уважиться. Вот тут недавно был фильм, один из фильмов про Путина, который пока снял Дмитрий Киселев, и там как раз Владимир Владимирович говорил о том, что вот Запад после распада Советского Союза сказал России, что наше место у параши. И типа вот Владимир Владимирович всеми своими действиями действительно показывает, что это не так. Вот на мой взгляд, это очень точно как раз поймано отражение нашей внешней политики, потому что вот политика России, она направлена на то, чтобы объяснить, что наше место не у параши, а наше место на лучшей школке. Что мы пахан, которого нужно уважать, и все равно, значит, нашему пахану ничего не будет. И это точно именно потому, что в Кремле не совсем отдает себе, с одной стороны, они очень точно отдают себе отчет, что пахану действительно ничего не будет. Потому что, ну, как вокруг люди, когда они видят пахана, да, они не пугаются, они не знают, что сделать и как это можно сделать. А с другой стороны, в Кремле не очень отдает себе отчет, что мир не совсем тюрьма. Он не совсем, как в 16 веке. Что в мире запретают лекарство против рака, летают на Марс, и с другой стороны выйдут цивилизованные люди, когда на них, когда против них выступает пахан, который ради того, чтобы его уважали, готов сделать все, что угодно, они действительно пугаются. И они действительно не могут адекватно ответить. А с другой стороны, ну, как бы, да, на лучшей шконке мы будем сидеть, но мы будем сидеть на лучшей шконке, в то время, как люди будут лететь на Марс. Да, и, собственно, конечно, логичное предположение, что одна из вещей, которая была, вот мы покажем своим силовикам, которые ездят в Лондон, чтобы они не думали ходить на Лондон. Это вот предположение, которое высказала Тоня Самсонова. Вот мы их предупредим, а они нам ничего не смогут сделать. А если сделают, то скажем, что мы нас обидим. Вот я тут согласна с Тоней Самсоновым, потому что, если для чего-то это и было, то это как сигнал всем уехавшим. Но помимо сигнала важны реальные последствия, потому что, с одной стороны, безусловно, это такой серьезный сигнал всем тем людям, которые зарабатывают деньги в России, а тратят их на Западе. Но, да, и можно по этому поводу ликовать. Вот как круто мы их умыли, терезами съела чижика. Но понятно, что англичане сейчас в том виде, в котором это получилось демонстративно, действительно, начнут выпихивать русские деньги. И, в отличие от Бориса Аковнина, я не думаю, что это Кремлю надо, потому что, если русские деньги будут выпихиваться, я же не говорю о людях типа Чичваркина или Ходорковского, которых выпихивать не будут. А речь идет о людях, которые прежнему зарабатывают здесь, интегрированы в среду и даже вообще являются сыровиками, а тратят их снаружи, и детей держат снаружи, и в Лондон летают на выходные в Сохо. И получается, что режим получает внутри людей, которые недовольны режимом со своими бабками, то есть человек интегрирован в систему, его вынудили вернуться, его дети лишили образования, его самого лишили медицины, он больше не может отдыхать, и он понимает, что он зажат внутри, пока не сменится режим. Представляете, там выжнут Усманова, Ананьева, Ананьев имеет присутствие и там какой-то Абрамовича, Мамута, а еще раз повторяю, часть этих людей, часть силовой системы, огромное количество предпринимателей высокого уровня интегрировано в силовой блок, силовики тоже у нас немного предпринимателей, то есть весь Лондон и Мезобит, это такая симбиозная система, и возвращение этих ребят, которые могут быть недовольны тем, что случилось внутри, может быть даже опаснее, чем Навальный. Да, так что мы не знаем, к чему это приведет и насколько это, там, с одной стороны, все будут в шоке и ужасе, а с другой стороны, люди внутри системы могут быть очень сильно этому недовольны, то есть вот что ситуация страха или наоборот ситуация недовольства будет превалировать. И, к сожалению, вторая вещь, которая совершенно очевидна, потому что есть у нас всякие борных, есть у нас всякие сербы, всякие люди, которые дают соратникам Навального по головам, которые уже несколько убийств в основном случайно сделали, и, конечно, такое громкое убийство им сигнал. Вот куда конь с копытом, туда и рак скрешнет. Точно так же, как дело Юкоса было сигналом для силовиков, что теперь у каждого майора, каждому майору можно завести своего собственного Ходоковского и его потрошить. И, собственно, на деле Юкоса рынок, по большому счету, в России кончился. Точно так же дело Скрипаля, в отличие от дела Литвиненко, которое оказалось исключением, которое... Ну, потому что все-таки Литвиненко, скажем так, да, он был исключением. С Литвиненко резоны спецслужб были понятны. Это был человек, который давал присягу, который сбежал на запад и который стал не просто там рассказывать, что ФСБ взорвало дома, а который ездил человеку, который взорвало эти дома в Панкисе, грубо говоря, к Бен Ладену в Торо Бора, и брал у него интервью о том, что он дома не взорвало, а его подставило кровавое ФСБ. Ну, как бы, я не знаю, как отнеслись бы к сотруднику, условно говоря, ЦРУ, американцы, если бы там некий сотрудник ЦРУ по каким-то своим личным соображениям, перейдя на сторону исламистов или еще, или перейдя на сторону Ден Шизы, кого угодно, ездит в Бен Ладену в Торо Бора и брал у него интервью о том, как, значит, его подставили американцы, сами взорвав дома. То есть, в этом смысле, Литвиненко казался таким чудовищным исключением. Резоны были, я не хочу сказать, правильные, они были понятны. А вот резоны Скрипаля это, конечно, резоны, которые могут дать повод к массам и террорам, причем именно внутри России. Это довольно страшно. 985-970-45-45. Перехожу к истории, которая меня на этой неделе совершенно поразила. Это история с интернатом в Челябинской области, где педагогов подозревали в причастности к изнасилованию детей. И вот пришло известие, что им разрешили вернуться на работу со словами, что они прошли тест на полиграфе. По этому поводу я ответственно заявляю, что полиграф в России это просто абсолютная фигня. Я не знаю, как работает полиграф в других странах. Может быть, на него что-то там можно надеяться, хотя свидетельства полиграфа не принимаются в суде. Но все, что я знаю о полиграфах в тех российских уголовных делах, которые я изучила, то это просто комедия. Это все равно, что положить руку на Библию и сказать «маму клюнуть». Значит, соответственно, у Следственного комитета нет никаких замечаний к педагогам. Это все прекрасные воспитатели, чудесные люди, которые нежно заботились эти детям. Из чего, само собой, ясно, что дети чудовища неблагодарные, которые всех воспитателей оклевитали. Но, видимо, их надо изъять обратно из семьи и передать обратно в интернат, где их накормят лекарствами и превратят в дебилах или просто убьют. Так закончилась попытка целого ряда приемных родителей, не связанных заметным с собой разобраться, что же происходило с детьми до усыновления в этом интернате. И напомню, как развивалась история. При этом была жительница Челябинска. Она потом проходила в интернате как Елена. Она хотела взять на воспитание двух мальчиков с мужем из Лазуринского интерната. И мальчик постарше стал рассказывать про какого-то Серегу, мужчину, который их водил на рыбалку, угощал. А Елена удивилась и стала спрашивать тогда в интернате, что это за Серега. На что ей ответили, что мальчик фантазер, детей с интерната так просто не заберешь. И тут же эти добрые люди в интернате резко переменили свое мнение о мальчике. Если до этого они говорили, что он замечательный ребенок и берите его, берите, то тут они стали говорить, это сложный ребенок, вы не берите его, пожалуйста. Поэтому мальчик этот, старшенький, который про Серегу рассказывал, остался в детдоме. Но Елена взяла младшего, который про Серегу молчал. И вот в конце эмбаря этой Елене звонит другая мама, которая тоже взяла мальчика из интерната и говорит, слушай, что-то мои дети странные вещи рассказывают про интернат. Ты, пожалуйста, спроси своего. А что рассказывают? Ну, ты спроси своего, потом мы обсудим. И Елена спрашивает своего мальчика маленького, Серафима, а вот кто такой Серега? А, ну, это наш друг. А что он делал? Ну, вот на рыбалку водил, конфетами угощал. А еще что? А еще он меня трахнул. Я в данном случае цитирую совершенно замечательную статью «Медузы», которая лучше всех разобралась в этой истории. И вообще, конечно, в последнее время «Медуза» первый в российском новостном сайте стал. И после этого Елена и другая мама находят третью маму, ее дети рассказывают то же самое. Дети страшно запущены, они не знают, что такое сыр, они не умеют заваривать чай. Дети называют конкретные фамилии, они говорят о Сереге и еще его приятеле и четырех взрослых из интерната. То есть семь детей из трех не связанных между собой семей, без всякого предварительного согласования рассказывают о совершенно конкретных вещах. Например, они рассказывают, что вот этому Сереге воспитательница звонила вечером, говорила кодовую фразу, типа, кажется, я собрала одежду и приглашала его в интернет. Это важно почему? Потому что очень легко это проверить, берешь детализацию ее звонков, звонила Ирине. Или, значит, один мальчик рассказывает, что когда его первый раз изнасиловала, у него кровь, извините, пошла из задницы, он прибежал к директору Дентома. А то сидит, что-то пишет и говорит, все, что делают воспитатели, на благо мне. Значит, и самое страшное, дети говорили еще о системе насилия, в которой, собственно, секс играл важную роль, но это был не только секс. Они у детей в интернате, по их словам, последовательно так превращали рабов, в том числе и в сексуальных рабов, пользуясь их в полном бесправе. Вот один из детей, который говорил, что ему воспитательница где-то раздеваться, он отказывается, она говорит ему, что она его утопит в прорубь. И вообще все дети говорят об угрозах смерти. Вот воспитатели Буткова, муж и жена, они им объясняли, что они дурачки, что их все равно никто искать не будет. Значит, естественно, когда, например, вот этот мальчик рассказал директору, что его изнасиловали, то после этого он всю ночь провел под кроватью. И что самое важное, что помимо того, что в это были вовлечены воспитатели, они в это возвлекали детей старшего возраста. Да, то есть после того, как взрослые насиловали людей, они их передавали младших детей старшеньким, те их тоже насиловали, и так создавалась совершенно круговая порука, которая гарантировала молчание всех участников. А что происходит дальше? 29 января 2018 года матери все три с детьми приезжают в интернат. Конечно, это была их ошибка, и надо было сразу подавать заявление, но они не могли поверить, они хотели получить объяснение. Значит, они встречают директора, они встречают психолога, который работает в интернате, который становится красно-фиолетовым и говорит, значит, здесь я опять же пересказываю Медузу, что... А, Медуза пересказывает в матерее, что да, дети не врут, это было. А, значит, вызывают воспитателя того самого Будкова, который начал кричать, да я тебя шмара засажу, ты у меня сгнешь в тюрьме. Но тут в комнату заходит мальчик, один из тех, которого, по его словам, Будков насиловал и начинает на этого Будкова бросаться. и, значит, собственно, вот после этого Будкова все окончается, он прекращает агрессивно себя вести, он садится, убирает глаза в пол. И вот они договорились на следующий день приехать к той самой директорше, которого изнасиловал мальчику, что все делается на воспитателе на благо. И на следующий день уже все кончается, они натыкаются на глухую оборону, сидит другой психолог, позиция вашей, дети-фантазеры, мы их отберем, сгнаем в детдоме, сами вы сядете. И дальше происходит фантастическая вещь, потому что раньше, чем родители обращаются в следственный комитет, туда обращается сама директор интерната и дело начинает заминать. Все сваливают на одного человека, вот этого Серегу, его арестовывают, после этого происходит совершенно невероятная вещь, и там родители начинают проверять налоговые декларации. И, значит, от имени регионального полномочного по праву ребенка Ирины Бутурины им звонят и говорят, что у вас сейчас тут у вас изымут детей. Когда это выплывает наружу, госпожа Бутурина говорит, да нет, я никогда ничего такого не говорю. Более того, значит, увольняют директора из этого интерната Любовь Астанину, и после этого помочь на это правам ребенка у нас, госпожа Кузнецова, сторонница Телегонии, громко заявляет, что она создала сейчас комиссию, она приезжает, эта комиссия, находит недостатки в работе интернации, цитирую, работы по коррекции девиантного поведения воспитанников практически не проводилось, утверждает комиссия. Она также выявила нарушения в оказании медицинских услуг, также цитируясь, систематически нарушались нормы по организации питания детей. В переводе «дети» морили годы, и, вероятно, пищу воровали, потому что что вы делаете с пищей, если вы ее не дадите детям. Значит, вот 20 февраля госпожа Кузнецова должна была прилететь в интернет, с тех пор она как воды набрала. Как я уже сказала, дальше начинается давление, следаки ничего не находят, матерей проверяют, платят ли они налоги, идет пиар-компания. Дальше начинает защиту педофилов, которые готовят почву для того, чтобы детей изъять из семей, засунуть их в дурку, но качать транквилизаторами, оставить там на всю жизнь, а заодно опозорить приемные семьи. А вот эта пиар-компания, я тоже о ней хочу остановиться, потому что она сделана совершенно типично. Комсомолков Челябинский публикует такой сокливый материал о вот этом невинном Сергее, которого говорили, дети изображены в этом материале еще одинали. Совершенно изумительный материал, потому что, конечно, нечасто встретишь даже в российской печати, откровенную заказуху в пользу педофилов. Перерыв на новости. Раз, два, три. Добрый вечер. Опять Юлия Латынина. Код доступа 985-970-45-45. Я рассказывала об истории в Челябинском интернате, которая на самом деле не просто про Челябинский интернат, а которая и про всю Россию. И я начала рассказывать о реакции официальных органов на обвинение, в том числе о пиар-компании, которая начинается и о статьях, которые, например, публикует «Комсомольская правда». В отличие от корреспондента Медузы, корреспонденту комсомолки не пришло в голову ни поговорить ни с детьми, ни с родителями, ни даже с официальными лицами. Зато вот ему кто-то что-то сказал на улице на основании этого. Корреспондент комсомолки написал, что в интернате 70 мальчишек и девчонок с умственными отклонениями, это дети сильно пьющих родителей. И вот один респондент анонимно ему рассказывает. По огородам вечно лазят, деньги клянчат, наловят мальков и ходят купить и за 10 рублей. А могут часами напротив дома с мобильниками стоять и вай-фай воровать. То есть, обратите внимание, человек, журналистом я его назвать не могу, человеком, правда, тоже не знаю. Он пишет материал, чтобы выгородить педофила и представить работников интерната святыми. И что он пишет? Могут часами стоять напротив дома с мобильниками и воровать вай-фай. Давайте переведем это на русский язык. В переводе с педофила защитного на русский это значит, что в интернате нет интернета. Потому что ни один нормальный человек, даже сильно умственно отсталый, не будет зимой в Челябинске при минус 30-ти стоять напротив дома, если у него есть интернат там, где плюс 20. Кстати, это значит, что этот человек не очень умственно отсталый, если он как раз умеет пользоваться этим интернетом. Дальше. По огородам вечно лазят, наловят мальков и ходят купить и за 10 рублей. Вопрос. А как же надо относиться к детям в интернате, чтобы они ловили мальков и продавали их за 10 рублей, чтобы не помереть с голода? Напомню, это те дети, которые не знают слова «сыр». И всё это, что дети в минус 30 вынуждены стоять у чужого дома с мобильником, чтобы выйти в интернет, чтобы что, они не умереть с голоду, ловят мальков и продают их за 10 рублей, это всё в статье, написанной в защиту педофила. То есть, вот можно себе представить, как бы этот корреспондент взял бы интервью у работников концлагеря, и тебе бы сказали, слушайте, это евреи, такие мерзкие, не чёсанные, исхудавшие, как палки, бегать быстро не могут. А дальше воспитательница вот этому нашему защитнику объявляет, цитирую, да озабоченные они по диагнозу, у нас тут есть выдающиеся, у них написано в карточке склонные к насилию, их тут активно лечат успокоительным и объясняют, что началось с того, что вот двух парнишек родители застукали за непотребством, так у них тебе скажу, я говорю, воспитательница, в личном деле написано повышенное сексуальное влечение, им даже в туалет было рекомендовано отпускать по одному. То есть у меня такой вопрос. Вот эта воспитательница этих детей сходу публично называет их животными. Она публично говорит, что мальчики и девочки, которых она воспитывала, они животные. Я согласна, что это трудные подростки, кто-то неисправим, но она сама сообщает, никто её не просит. У нас тут вот животные растут, единственный способ с ними обращаться, накачать их лекарствами, превратить в овощи. Я что-то не понимаю, может, это не совсем правильный метод воспитания. Потому что, когда речь идёт об одном, двух, девяти трудных подростков, ну, да, наверное. Но если по мнению вот этой женщины, все подведомственные ей дети годны только для того, чтобы привязать их к кровати и превратить в овощи, то это уже характеризует, наверное, воспитателя. у меня вопрос госпожа Кузнецовой, защитница детей, вот как базируясь на статье, написанной в защиту педофилов, в которой сказано, что дети в интернате не едят досыта, не имеют доступа к интернету, вынуждены крать по огородам, а воспитатели относятся к ним к животным, считает ли госпожа Кузнецова, что такие воспитатели должны воспитывать этих детей. И третья линия, которой наши педофилы прекрасно выучились у наших дипломатов, да, все врут, это они сами, это они, наверное, сами не подряд начались с детьми, и вообще прекрасные земли нашего интерната кому-то понадобились, ну и что там еще. А, да, это они, они взяли детей за деньги, и теперь, значит, чтобы от них отказаться, они вот такую штуку затеяли. Собственно, у меня вопрос как раз к госпоже Кузнецовой. Это строго ее компетенция, как уполномоченный по правам ребенка. Мы знаем ее взгляды на телегонию, я хотела бы узнать ее взгляды верующей женщины с супруги священника на педофилию. Вопрос первый. Была ли системная педофилия в Челябинском интернате? Вот конкретный пример. Дети воспоминают об изнасиловании восьмилетней девочки. Ее ударили о пол в туалете, потом ее изнасиловал трудовик, потом ее изнасиловали старшие дети, когда все закончилось, на полу осталось пятно крови размером с тапка. Потом эту девочку передали на усыновление. Вот скажите, госпожа Кузнецова, вы нашли эту девочку? Она что говорит? Это вранье или нет? Если нет, то почему воспитатели, или точнее, тогда уже получается садисты, которые это делали, снова их вернули заведующими в канцлагерь? Если это вранье, то как получается, что семеро детей из трех разных семей рассказывают одно и то же самое, не сговаривались? Если это вранье, то почему арестован вот этот Серега, которому как раз предъявлена педофилия? Если Серега один насиловал детей, то как получилось, что воспитатели выдавали ему детей? Ну как в закрытом интернате они могли быть не в курсе и не в доле? Если это вранье, то почему уволена заведующая? А если это не вранье, то почему госпожа Кузнецова отдала детей обратно под власть этих людей? Я обращаю ваше внимание, что все, что говорят дети, на самом деле, очень легко проверить. Пункт первый. Они говорят о систематическом насилии. Но очевидно, в таком случае немедленно детей забираются из интерната, врачи и освидетельствуют. Простите за подробность, смотрят разорванные ли анусы. Если да, выясняется, когда и при каких обстоятельствах. Если нет, но может быть, что дети врут. Это сделано? Нет. Почему? Вот как следователи, которые, помните, у нас тут это самое, только что судили историка Юрия Дмитриева за педофилию, ему пытались пришить, он взял на воспитание приемную дочку, значит, кто-то забрался в его компьютер, нашел там фотографии, которые делались действительно в медицинских целях, и на некоторых из этих фотографий, чтобы проконтролировать рост дочки, как ему сказали на курсе, Дмитриев ее действительно фотографировал обнаженную. Вот долго-долго возили в институт Сирского, что происходило, значит, вот девочка ничего не говорила, девочка никогда не говорила, что на нее хоть как-то чего-то покушались, дело было высосанное с пальца. Но тем не менее, вот бесстрашно боролись за то, чтобы эту девочку изъять из семьи, хотя еще раз повторяю, дело было высосанное с пальцем. Вот здесь семеро детей рассказывают, почему же других детей это не освидетельствует. По-моему, второе, дети говорили, что воспитательница приглашает в интернат по вечерам педофила Серегу и звонит ему перед этим. Но очень просто, проверьте ее телефон, возьмите детализацию. Так и проверять не надо, потому что воспитательница сразу говорит, да-да, я звонила, но я просто хотела выяснить, что это за человек общается с детьми. Ребята, это ничего смешно. Она проверяла, звоня каждый вечер, вот именно вечером, и разговаривала там по 6 секунд, ведь там же по характеру детализации сколько длился звонок, сразу будет ясно, это что, проверка или это просто произносилось кодовое слово «приходи». Третий пункт. Ну, очевидно, немедленно всех детей изъять, психологом и пусть беседуют, если дети изолированные рассказывают то же самое и показывают в тех же местах и рисуют то же самое, а там, извините за подробность, дети в подробностях рисовали половые органы воспитателей, на что значит в статьях в защиту педофилов объяснилось, что дети вместе ходили купаться. Я что-то не понимаю, это с какой стати у нас воспитатели, когда они вместе ходят купаться, свои штаны, пардон, снимают. Да, а вот если дети будут рассказывать всё одно и то же, это, знаете, такой старейший пример в истории, как допрашивают. Известен ещё и с историей в Библии про Сюзанну и старцев из книги Даниила. Помните историю? Напоминаю, следственному комитету. Захотели старцы Сюзанну изнасиловать, а она отказалась. Тогда они обвинили её в том, что она сама занималась прелюбодеянием. И уже совсем Сюзанну хотели казнить, когда мудрый пророк Даниил велел развести вот этих старцев по разным углам и спросил одного, а вот под каким деревом она занималась прелюбодеянием. И один говорит под мастиковым, а другой говорит под зелёным дубом. Вот я напоминаю Российскому Следственному комитету, а Попадья Кузнецова, она по роду деятельности должна помнить книгу Даниила, что вот таким образом следовало допросить детей, как пророк Даниил допрашивал старцев. И ничего этого сделано не было. Вместо этого получается, что сотрудникам этого интерната или концлагеря был предоставлен месяц на то, чтобы запукивать, закалывать лекарствами потенциальных свидетелей, согласовывать их показания. И да, вот госпожа Кузнецова, всё-таки скажите вам простым русским языком, кто врёт? Воспитатели или дети? На самом деле, примерно мне понятно, что произошло в интернате. Это моя собственная реконструкция, потому что дети там действительно не подарок и по причине наследственности, и по причине предыдущей ужасной среды. А главное, что таким детям нужна особая свобода, забота. Некоторым она помогает. Вот Сандрей Мальгин рассказал потрясающую нам как-то историю в своём живом журнале о мальчике Вите, который был усыновлён, усыновлён итальянскими пекарями. И когда его усыновляли с Кузбасса, им сказали, что он не умеет говорить, а он действительно не умел говорить, у него атрофировался от неупотребления речевой аппарат, что он полностью умственно отсталый, что он не мог ходить по прямой, а ему было 4 года, он не мог держать глаза на собеседнике. И вот те же самые люди, кстати, которые обращались с этим мальчиком как к животным, были уверены, что кровавые итальянцы его вывозят на окна. А оказалось, что мальчика нарушения нет, что просто вот его живого ребёнка содержали в российском детском доме в таких условиях, в которых когда ребёнок попадает в волкан и возникает синдром Маугли, вот его так содержали при живых нормальных воспитателях. Мальчик восстановился, патологии не оказалось, проблема, когда мальчик слышит русскую речь, у него начинается истерика. Понятно, что не всем так везёт, как с мальчиком Витей, некоторые потеряны для общества и никогда себя не найдут, и бывают страшные трагедии с такими детьми. Но, вернёмся к нашему интернату, потому что, как сказано в отчёте госпожи Кузнецовой комиссии, работа по коррекции девиантного поведения воспитанников практически не проводилась. То есть, в переводе на русский язык, когда трудные дети с отклонения попадали в интернат, то вместо того, чтобы пытаться их воспитывать, как я себе представляю, сотрудники делали из них себе рабов. Это, ещё раз повторяю, моя собственная реконструкция событий. И этот процесс превращения интерната в концлагерь, видимо, имел много граней, в том числе и в сексуальную. Но это было не только о сексе. Если верить детям, детей избивали, детей накачивали лекарствами. Если там ребёнок с отклонением обделывался, его могли заставить есть дерьмо. его там это было о доминировании. Да, вот мы должны помнить, что большинство этих воспитателей, ну, скажем так, на самом деле это не макаринки. Это люди часто с низким социальным статусом, с низким заработком, иногда с низким интеллектом, иногда сами с отклонениями. И, как и многие надзиратели, эти люди с безграничной жаждой власти. Вообще, в чём причина гомосексуализма в природе? Он же очень распространён и среди животных. Что бы ни говорили там наши, значит, защитники тому, что в природе это не наблюдается. Как раз в природе это наблюдается настолько, что, допустим, 96% контактов между жирафами гомосексуальные, потому что секс слишком важный инструмент для того, чтобы применять его просто для размножения. Он применяется в том числе и для построения отношений в обществе, для иерархии. Он применяется в любом обществе, потому что, когда, извините, на востоке придворный падает перед правителем на колени и отклячивает зад, то символически да-да, это оно самое. И вот то, что происходило в интернете, как раз нам напоминает про эту историю, когда жестокие и примитивные люди выстраивают иерархии, и одним из инструментов ликующего унижения является секс. Вот меня в этой истории поразило следующее. Есть такой новогвинейский народ и то. На самом деле, очень много таких народов в Новой Гвинеи. Они хорошо изучены такими этнографами, как Раймонд Келли, Вильям Гилберт. Эти народы практикуют стиль жизни, очень похожий на тот, что согласно рассказам этих детей был в интернате. Потому что в современном обществе есть два состояния, это или мужчина, или женщина, ну в основном. А у Этора есть три возраста. Когда мальчик достигает 10 лет, его отдают в мужской дом, его там все пользуют. И это, значит, там все ходят голые, извиняюсь, часто с эрегированными членами. И пользуют мальчика обычно муж его сестры. Это считается необходимым для роста мальчика. Считается, что мальчик не вырастет, если не получит мужского семени, извините, анально и орально. И вот антропологи, когда они еще в начале 20 века это начали узнавать, у них глаза такие становились круглые, они приходили в замешательство, они с ужасом спрашивали своих респондентов, как, и ты тоже? А он отвечал, ну я же вырос. Когда мальчику ближе к 20, он сам становится человеком, который творит половое насилие, а потом он уже женится, заводится, как обычно, на сестре своего полового партнера. И вот, что бросается в глаза с этой системой Тора, что с одной стороны Тора в результате не знают последствий перенаселения, а с другой стороны они не знают цивилизации и прогресса. Это такая естественная система варварского тоталитаризма через секс. Мальчика еще в 10 лет отпускают, он воспринимает эту как норму, когда ему 20, он в свою очередь опускает товарища. И вот это очень похоже на то, что дети описывали, творилось в интернате. И поэтому я почему еще верю рассказам этих детей, потому что вряд ли эти дети, вне зависимости от степени продвинутости, они читали антропологические работы Германа Герта. Но то, что они описывают, это такое устойчивое состояние некоторых видов человеческого общества в состоянии варварства, что сложно придумать, что они это выдумали. Еще раз, это не про секс, вернее, это не только про секс, это про то, какими методами организовывается в некоторых обществах или некоторых концлагерях жизнь. И это, собственно, в концлагерях всегда, конечно, надзиратели делали часть заключенных своими соучастниками. И это, собственно, самая важная часть того, о чем я хочу сказать, потому что в чем поразительность ситуации. Скандал произошел у всех на глазах. И можно было... Система характеризует не ошибку, а система характеризует реакция на ошибку. В каждом человеческом обществе может случиться вот какая-то такая ужасная вещь. И понятно, что это ужасная вещь, что в нее, мягко говоря, не были вовлечены высокопоставленные педофилы. Наверное, бывают и такие ситуации, да, и я даже от них каких-то краймов услышала. Но вот здесь просто выясняется, что следственный комитет, что аппарат оболномоченного по правам человека, что губернатор, что все эти взрослые люди, которые во всем этом не участвовали, они встали просто на защиту системы, просто потому, что, да, иначе это вынести ссор из избы. И вот, вот, собственно, последняя история, которую я хочу спросить, да, что они защищают не конкретного воспитателя, они защищают там не конкретного Серегу, тем более, что Серега это единственный, который сейчас сидит, да, они защищают систему, а госпожа Кузнецова, адептка Терегонии, не хочет покушаться на систему, с системой спокойнее, зато она публично будет защищать традиционные ценности, упаси, господи, женщине без брака переспать с мужчиной. Ну да, вот, если вы хотите узнать позицию современной нашей российской системы, по сексуальному вопросу она такая, мы за традиционные ценности, мы против геев, но нашим традиционным ценностям не мешает, когда в наших детских домах творится такое. И последний, конечно, мой вопрос госпожа Кузнецова очень смешной. Она в Бога верит? Вот она на страшном суде. Этим детям что будет отвечать? У вас сексуальные отклонения? Вы сами такие? 985-970-45-45 Еще одна важная история. Я много раз говорила о фейковых новостях, и одна из особенностей фейковых новостей говорила я, что они не имеют продолжения. Обычная новость, она рождается, взрослеет и умирает, а фейковая новость, она появляется и исчезает в никуда. И одна из этих фейковых новостей была, если вы помните, с неким испанским диспетчером Карлосом, который после того, как был сбит в небе над Украиной Боинг малазийских авиалиний, заявил, что перед исчезновением с радаров этот рейс сопровождали два украинских истребителя. После чего диспетчер Карлос дал интервью Комсомольской правде, после чего на его твит исцелался замминистра обороны России Анатолий Антонов, после чего о нем в вырезанном эпизоде, напечатанном сейчас в книжке, в разговоре с Оливером Стоуном упоминал президент России Владимир Путин. И, казалось бы, вот такой новости снадшибать не должно быть продолжения. Россия, тем более, что диспетчер Карлоса в нее сбежал, она должна была немедленно предъявить диспетчера Карлоса Нидерландом, Международной комиссии, сказать, вот видите, вот это сделали проклятые украинцы. Это было тем более очевидно, что до этого еще, в мае 2014 года, было показано интервью по телеканалу РТ с этим самым Карлосом, правда, его фамилия там не называлась, и там утверждалось, что этот странный человек, испанец, так сочувствовал России, что он работал в Украине диспетчером, а после Евромайдана был вынужден бежать назад в Испанию из-за того, что на него сыпались угрозы из-за его пророссийской позиции. Был не совсем понятно, почему, если он уже в мае бежал, как он в июле опять оказался на своем рабочем месте. И вот его отыскали, и обнаружилось, что диспетчер Карлос, это испанский жулик, который действительно бежал, но не из Украины в Испанию, а из Испании в Румынию в 2009 году, значит, и выясняется, что там за ним как-то безумный хвост, он мошенничал один раз, другой раз, третий, он отсидел какие-то деньги, и по словам сейчас этого самого диспетчера, Карлоса Санчеса, Хосе Карлоса Бореса Санчеса, он получил 48 тысяч долларов за свои твиты, по его утверждению, в частности, это были деньги от телеканала РТ. Вот у фейковых новостей настоящие, хоть когда бывают у фейковых новостей продолжения, они оказываются не совсем такими, какими хотелось героям этих новостей. И последняя история, которую я хочу рассказать, на мой взгляд, очень симптоматичная, я как раз возвращусь к Англии, где все английские газеты на первых полосах скрипаль и скрипаль. А вот о чем бы писали английские газеты, иначе, если бы не было именно этого скандала, то второй скандал, о котором вы, наверное, писали, называется Телфорд. Это новый грандиозный скандал, британский, систематический, той же самой насилии, той же самой педофилии, со стороны меньшинства, в данном случае со стороны пакистанцев, которые в основном были мусульмане, над белыми девочками из рабочего класса в городе Телфорд. Это не первый скандал такого рода, был уже Роттерем, был уже Родждейл, но при том, что в городке Телфорд 170 тысяч человек, пострадало в течение нескольких десятков лет свыше тысячи человек, тысячу человек как раз, это делает его в подушевом смысле самым крупным. И это абсолютно скандал, который устроен по той же системе, что и в Роттереме, и очень похож на то, что творилось по описаниям жертв как раз в детдоме Челябинском. Английских девочек, пакистанцы, настоящие мужчины, мусульмане, караулили, запугивали, спаивали, насиловали, принуждали власти гордой полиции, разумеется, это лейбористские власти, в упор это не видели. Людей, которые пытались что-то сказать, увольняли. Внутренние меморандумы описывали детей, которые этим занимались как проституток. Привет статье комсомолки о Челябинске. Понятно, что, извините, когда девочке 11 лет из рабочего класса ее спаивают, извините, девочка в 11 лет не может быть проституткой. Хотя, конечно, к 13 годам ее эта самая банда действительно делает проституткой. И если девочку в 11 лет всю ночь насилует, передавая по кругу взрослых 10 пакистанцев, и угрожают, сделаем как с Люси, то это не похоже на согласие. Там были убитые, по крайней мере, одна, вот эта вот самая девочка, которую звали Люси, ее убили еще 18 лет назад, ее убил ее сутенер, его звали Азар Али Мехмуд. Он сжег ее дом со всей семьей, погибли ее мать, погибла ее сестра, кроме нее. И сначала полиция, еще 18 лет назад, пыталась свалить это дело на нацистов. Она рассказывала, что вот, значит, вот это нам преступление ненависти, какие страшные нацики, увидели, что английская девочка спит с пакистанцем, и порешили дом. Потом стало ясно, просто на камерах увидели, как этот пакистанец покупает канистру с бензином, и хотя было известно, что там просто было вдвое участников, все свалили на этого Махмуда и назвали его публично возлюбленным девочкой. Ромео и Джульетта. Ему даже никогда на процессе не предъявили ее изнасилование в 14-летнем возрасте. А потом пакистанские банды, которые насиловали ночами девочек, но кругу говорили, молчи или будет, как с Люсилов. Вот это очень хорошая история, она к вопросу об интернате челябинским, потому что мы видим, как часто в истории человечества эстеблишмент защищает себя, защищает даже педофилов. Какими одинаковыми способами в Британии и в Челябинске они говорят, да нет, это все дети врут сами. И они защищают не потому, что они педофилы, а потому что иначе неудобно. И удивительно, что мы видим, что реакция британского правительства на Скрипаля, она, конечно, гораздо более жесткая, чем на Телфорд, потому что это гораздо легче. Россия – это понятный и внешний враг, с ним легко бороться, как с ИГИЛом. А вот Телфорд, Роттерем, Оксфорд уже становится понятно, что для некоторой части британских пакистанцев насилие над белыми девочками является понятным и позволяющим поднять свою оценку времяпрепровождением. Я обращаю ваше внимание, что это тоже не история об одном только сексе. Это история о доминировании, об унижении. Вы тут неверные собаки, мы вам покажем. И то же самое общество, которое сажает 30-летнюю учительницу за секс с 18-летним старшеклассником, тут она вдруг совершенно, как российский следственный комитет и как газета «Комсомолка» в Челябинске, говорят, да они проститутки, они сами виноваты. Всего лучшего, до встречи через неделю. Продолжение следует...